Большой всем привет, друзья! Меня зовут Фил, это канал Фил за андроид. Сегодня я здесь вместе с вами. Буду раскрывать вот эту волшебную коробочку от китайского производителя. Я, как всегда, тестирую телефоны, и долгое время мне ничего не приходило интересного из Китая. Вот флагман, друзья, по-настоящему флагман. Meizu Pro 6 Plus. Сколько названий, сюда не хватает. Еще Luxury и Exclusive. Может быть, они появятся в следующих версиях. А сейчас, на данный момент, у нас февраль месяц. А эта коробочка была представлена в ноябре 2016 года. Вместе с вами я ее раскрою. Потом, естественно, я сделаю уже обзор по поводу того, что же из себя телефон представляет. Сейчас просто небольшой анбоксинг. Личные впечатления от меня по поводу того, что же из себя представляет Meizu Pro 6 Plus. Никакого способа открыть коробочку нет, кроме как ее чем-то разорвать или разодрать, потому что она заделана целлофанчиком. Поэтому по старинке в целом все достаточно легко. Коробка, конечно же, коробка. Это по-настоящему коробка. Это не вот эти вот картонные коробочки практически от всех производителей, начиная от Apple и iPhone'а и заканчивая Samsung'ом и всем остальным. Всем остальным, всем. Пластиковая коробочка еще, она тут с чем-то заклеена. И главное, красиво ее никак не оторвать. Господи. Знаете, эти самые стоп-хамовцы клеят на лобовые стекла наклейки, которые сложно отодрать. Вот тут примерно такая же история. С одной стороны отодрали, можно тогда с одной стороны его и открывать. Да. Вот. Красавчик. У меня, честно говоря, нет других слов. Я с четвертого Meizu во руках не держал их, когда они были еще пластиковые, достаточно обычные. А этот смесь iPhone'а и Galaxy S7, S7 Edge и Note'а, в общем, ну не Edge, да, Note'а, наверное. Выглядит просто здорово. Так, что у нас тут еще есть? Есть, соответственно, скрепочка, описание, там, наверное, гарантия или еще что-нибудь. Наушнички, которые как-то так легко, прямо вот так, чтобы и не достать. А, нет наушничков. А, понятно, почему не достать. Потому что написано, наушнички не включены. Вот так вот. Но это ладно. Кто-то же делал распаковку какого-то телефона. А, по-моему, новой Nokia. И, значит, Nokia поддерживает зарядку, быстренькую, Quick Charge какой-то там, 2.0 или еще что-то. Но при этом самой зарядки нету. Вот это. Есть просто стандартная зарядка 1 Амперная, а нормального Quick Charge нет. USB кабель. Обычный белый, стандартный, наверное, метровый USB кабель. Ну, один из самых важных моментов, которые существуют в рамках каждого телефона, это... Так, кстати, тут только какая-то полезная информация еще есть. Две сим-карты. Проведите наверх, чтобы активировать мультитаск. Прикоснитесь, чтобы вернуться на предыдущий экран и нажмите, нажмите сильнее, чтобы вернуться на домашний экран. Тут кнопка живая. Не такая, например, как в iPhone, не живая кнопка. Так что, очень красивый телефон. Им хочется сразу пользоваться. На самом деле, просто очень-очень красивый телефон. Серого цвета. Нет смысла говорить, что... Говорить о том, что тут что-то не очень... Какая-то сборка, знаете, может быть, не классная. Все, вот просто все. Все очень классно. Главное, что есть мини-джек на 3,5 миллиметра. Это значит, что можно нормально, вообще без проблем слушать музыку, не думая, не запариваясь вообще о блютуз на ушках, наушниках и так далее. 2,5D, так называемое стекло, господи. Он не то, что скользкий, не, просто я его держу не очень аккуратно. Вспышка. Видите, сделана как интересно. По кругу сделана вспышка. Ну, не знаю, честно говоря, насколько это классно. Насколько это классно, покажет время, на самом деле. И, наверное, впереди у нас первое включение. Пока могу сказать, что здесь 5,7 диагональ дисплея. 158 грамм этот аппарат весит. И у него Quad HD, то есть не Full HD, а Quad HD 2550 на 1440. Я считаю, что это завышенное разрешение. Не нужно такое большое разрешение на телефонах, потому что это лишнее потребление электроэнергии и производительности. А, наверное, толку от этого и не так много в целом. На коробке написано, что здесь 4 гигабайта оперативки и 64 встроенной памяти. Из коробки идет шестой Android. Возможно, скоро прилетит обновление. Собственно, мы об этом узнаем, когда включим телефон. Когда хочешь выключить телефон, такое забавное изображение на китайском языке и два кружка. Красный и зеленый. Интересно, красный выключить или зеленый выключить? Типа красный да, или это типа выключаем точно, или зеленый типа даем добро на выключение? Ну, давайте зеленый даем добро на выключение. Все, нормально. Так, ни хрена. Зеленый это, видимо, перезагрузка, потому что телефон опять загрузился. Ну, значит, красный выключение. Окей. Ну что, давайте смотреть, что из себя представляет телефон. Самое время его настроить. Первое включение. Мы выбираем язык. Все становится русским. Мы выбираем страну. Затем подключаемся к Wi-Fi. Ну, собственно, и все, можно начинать. Единственная вещь, которую я сейчас почувствовал, ну, немножко недоработанную, потому что у других-то она доработана, это когда вы первый раз запускаете свой телефон, он вам вообще что-то подсказывает. Это первое. А второе, он предлагает скопировать данные с другого телефона. С айфона, с чего угодно. Ну, Samsung пошли дальше, они прямо такой специальный переходничок кладут в свой Galaxy S7. Ты вставляешь этот переходничок, вставляешь переходничок, собственно, в другой телефон, и все данные копируются. Контакты и все остальное. Здесь этого нет, никто не предложил ни скопировать, даже контакты не предложили скопировать. Это, конечно же, недоработка, потому что все остальные предлагают. А так как тут, на самом деле, не все очевидно, то есть тут нестандартные Android-решения у меня впереди с Google Play и всем остальным, так что тут придется поразбираться. Так, ну вот, этот красавец запустился. Сразу мне очень-очень не нравится операционка и рабочий стол, вот этот Flyme, потому что, во-первых, он не настраиваемый никоим образом. Вот можно зайти в настройки. Здесь вот есть экран, например. Здесь вообще никаких настроек. Да, есть там цветовая температура, есть режим защиты глаз, что в целом неплохо. Режим защиты глаз, это, видите, он становится более теплым. Когда вы в темноте смотрите телефон, чтобы сильно глаза не портить, вот есть возможность такой режим защиты глаз. В современных телефонах во многих она присутствует. Все, больше никаких настроек нет, размер шрифта и так далее. То есть, ни количество иконок на экране, ничего нельзя поменять. Соответственно, я, видимо, буду ставить снова лаунчер. Но это ладно, бог с ним. Кстати, вот режим Always On. Такой же режим в Samsung используется. В IPS-экранах, даже когда у вас экран черный, а вот тут высвечено время, светится весь экран. Соответственно, все пиксели подсвечиваются, соответственно, на это тратится энергия. В Super AMOLED-ах, вот в этом режиме, то есть, когда все черное, или любую картинку взять черную, когда черное, тогда эти пиксели не подсвечиваются. Значит, на них не тратится электроэнергия. Соответственно, вот здесь, в этом режиме, тратится электроэнергия только вот на вот эти вот пиксели. О, тут даже есть VPN. Смотрите, какая штука для тех, кто не в курсе, но к тому же, кто поедет в Китай. В Китае по своим причинам запрещены Google-сервисы, а, соответственно, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Gmail, бла-бла-бла-бла-бла, очень-очень много всего. И для этого люди используют VPN. VPN – это такой сервис, который дает вам возможность в Китае быть как будто у вас телефон в Китае, а на самом деле он как будто бы и не в Китае, например, в России. То есть, вам меняют IP через прокси. Вот такой сервис, он не запрещен, им, соответственно, все пользуются, поэтому все в Китае пользуются Google-сервисами и всем остальным. Но это все-таки надо быть не то, что это же прошаренным, но ты должен с этим столкнуться, тебе должны об этом рассказать. А здесь уже есть встроенный VPN, видимо, клиент. Правда, вот аккаунт VPN по умолчанию не найден, видимо, надо будет мне это все дело настроить. Но это хорошо, забота вот эта о клиенте – это уже хорошо. Камера. Камера. Фотографирует вполне себе быстро. Можно сделать режим HDR. В HDR он фотографирует на секунду примерно дольше. Так, посмотрим, как сфотографирует телевизор, который у меня тут висит на стене. Раз, нажал. Ну, в целом, в целом все происходит нормально. Качество фотографии я смогу оценить, наверное, попозже, когда я попользуюсь телефоном дольше. Так могу сказать, пока что все как бы хорошо. Ну, ясное дело, только у телефона он не может фотографировать как-то плохо, в большом счету, да. Он может просто фотографировать или очень хорошо, или просто хорошо. Есть авторежим, ручной режим, что хорошо, с выдержками, ISO, всеми делами, баланс белого, контраст. Это тоже надо будет все потестить потом, как-то все работает и так далее. Фронтальная камера, смена фокуса, сканер, макро, гип, замедленная съемка. Все это я потестирую и, соответственно, во всем об этом вам расскажу. Так, давайте поговорим про цену. Так, заходим в Яндекс, пишем Meizu. Meizu. Meizu, вперед. Кстати, неплохая клавиатурка, такая приятненькая. Итак, идем на официальный сайт в России Meizu. Та-та-та-дан, та-та-та-тан, та-та-та-тан. Итак, в России 35 тысяч и 39 тысяч. 35 тысяч стоит версия на 64 гигабайт, которую я, собственно, держу. И на 38-990 стоит 128 гигабайт. Хорошая цена для того, чтобы конкурировать с Самсунгами и Айфонами, потому что есть более смелые компании типа Sony, HTC, LG, туда же, который поначалу продает свои телефоны за 50 и выше, а с такими ценами, конечно же, HTC или Sony тем же сам. Все-таки при всем уважении сложно каким-то образом конкурировать с Айфонами и Самсунгами. Вот здесь цена 34. Я думаю, что такой телефон за 35 тысяч – это очень как бы оно. Сейчас, сегодня, кстати, можно за 35 тысяч купить, в принципе, и Самсунг Galaxy S7. Ну, обо всем, об этом я смогу рассказать только после того, как я подтестил телефон и пойму, насколько он все-таки хороший или очень хороший. Пока визуально очень хороший. Единственное, что, мне кажется, надо ему какой-то чехол, иначе пара падений, и это все как бы красота провалится в тартарары. Так, настройки, обновления системы. Пока, видимо, никакого обновления нет. Вот, можно устанавливать тестовые прошивки, но и тестовая прошивка мне пока тоже никуда не прилетает. Поэтому я буду верить и надеяться, что все-таки более-менее придет ко мне. Потому что последний раз обновлялся, видимо, вот патч безопасности Android 1 января 2016 года, аж, версия Android 6.0.1. Ждем. Я думаю, что все-таки как-то мне какая-нибудь прилетит обновление, и я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь. Все, бегу тестировать этот телефон. Если вы хотите, чтобы я что-то конкретное протестировал по поводу этого телефона, вы пишите в комментарии, если вам не очень понравилось, что я тут на рассказывал, тоже об этом пишите в комментарии. Если вам понравилось, что я на рассказывал, ставьте, соответственно, лайк, подписывайтесь на мой канал. У меня, кстати, впереди еще обзоры Huawei Nova. У меня впереди обзор флагмана от Sony, Sony XZ. Впереди обзор новой Motorola Moto Z. Плюс у меня впереди еще обзор и российского телефона, одного не бьющегося. Так что, ну, впереди много всего, на самом деле, интересного. Meizu Pro 6+. Ну, все, на этом все, друзья. Время же, на самом деле, позднее. Час ночи. Надо ложиться спать и вам, и мне, точнее, и вам. Все, пока.